В полане на окраине поселка еще за несколько часов до прихода упряжек все было готово к встрече каюров. На традиционной этнической площадке, расположенной на берегу реки, болельщики с нетерпением ждали участников легендарной камчатской гонки. Первым показался каюр с номером 24 – это Вячеслав Демченко. Он уже во второй раз участвует в Берингии. По результатам прошлогодней гонки сделал некоторые выводы и целый год усиленно готовился к новым стартам. Результат не заставил себя ждать. В этом году по результатам семи этапов, а это более 600 километров, ему удалось выбиться в лидеры. Друг Вячеслава Михаил Шелковин впервые на Камчатской Берингии. Он сам из Карелии и имеет большой опыт участия в подобных гонках как в России, так и за рубежом. Михаил – путешественник со стажем, но камчатские красоты и местная экзотика поразили его до глубины души. Я думал, что я живу на крайнем севере, в Карелии. Когда я сюда приехал, я понял, что я не живу на севере. Здесь реально настоящие, очень суровые условия, погодные, климатические и совершенно другое, как бы, ну, все по-другому. Нашего земляка Валентина Левковского, который не раз был победителем Берингии и имеет огромнейший опыт участия в многодневных соревнованиях, в этот раз подводят его четвероногие любимцы, с которыми он прошел не одну гонку. Старичкам, как он сам говорит, уже не под силу большие нагрузки. Двух собак по этой причине пришлось снять с дистанции. Трасса в этом году полегче, потому что везде наст, снега нету нигде, чисто наст в основном. Ну, и мне тяжело в этом году, тяжеловато. Ну, собачек надо уже менять, то это уже старенькие, не успевают по скорости, надо уже другую чуть команду. На второй день после финиша был организован большой праздник по случаю встречи Берингии. На центральной площади поселка устроили народные гуляния с концертной развлекательной программой. Внимание зрителей привлек детский спринт на собачьих упряжках. Юные каюры из Палана, Тегеля и национального села Лесная показывали свое мастерство на коротких дистанциях. Им еще предстоит набираться опыта, но уже в начале пути они показывают неплохие результаты. Растет достойная смена берингийцам. Вечером участников гонки ждали в Центре народного творчества, где состоялось торжественное награждение каюров. Приз имени Владимира Самарского в этом году получил лидер гонки на дистанции Эса Палана Вячеслав Гемченко. А премию имени Ивана Николаевича Тапанана, первого президента окружной ассоциации коренных народов, вручили каюрам северных поселков округа Валерию Илевии и Герману Айначгину. Подарком для всех каюров и группы сопровождения стали выступления творческих коллективов Паланы. Этот концерт порадовал и придал сил участникам берингии, ведь впереди у них еще половина пути. Сергей Манаенков, Дмитрий Петровец, Вести Камчатка, Корехский округ.